Ну что, сегодня у нас, как обычно, в 8 часов начинается, мы рассказываем о сути проекта нашего бизнеса, бизнес онлайн, проекта «Территория роста». Конечно же, перед тем, как начать рассказывать именно мое представление об этом проекте, хочу с вами познакомиться. Меня зовут Елена Корденов, я сейчас бизнес-партнер проекта «Территория роста». Конечно же, хочется рассказать, с чего именно началось мое знакомство. Началось, конечно же, совсем с малого, и я начала себя здесь пробовать, когда еще находился. И скажу, что мои первые шаги именно в бизнесе онлайн были не совсем уверены, но благодаря ему, благодаря именно этому проекту, у меня появилось очень много навыков. Навыков владения компьютеров, навыков общения с людьми. Конечно же, я вижу перспективу этого проекта, так как благодаря ему у меня есть возможность проводить больше времени с семьей, у меня есть возможность зарабатывать, и, конечно же, у меня есть возможность реализовывать свои мечты, свои цели, так как есть с чем сравнивать. До этого я работала, так как вышел декретный отпуск, конечно же, у меня был опыт работы и как на государственном предприятии, так и на частном, поэтому у меня есть абсолютно с чем сравнить. И буду с вами делиться, конечно же, своим мнением и своим видением этого проекта. Ну что, мы с вами, я с вами познакомилась, представилась. Пожалуйста, для того, чтобы была встреча эффективной, пожалуйста, поставьте в чате единичку, кто сегодня первый раз на этой встрече, кто сегодня первый раз на встрече суть бизнеса, суть проекта онлайн. Пожалуйста, поставьте ответы, либо кто уже не первый раз, кто уже не первый раз слышит об этом проекте, уже, скорее всего, нарабатывает опыт, либо кто-то хочет получить ответы на свои вопросы, поставьте, пожалуйста, двоечку. Итак, наш проект называется «Территория роста». Почему именно онлайн? Почему именно проект с помощью интернета? Почему? Эти ответы очень просты. Дело в том, что мы сейчас живем век информации, век того, где мы черпаем всю информацию с помощью интернета, где мы пользуемся им и пользуемся абсолютно для разных целей. И если говорить именно о цифрах, а я по образованию именно экономист, я больше всего доверяю цифрам, поэтому если говорить о цифрах, то проводилась статистика, как растет рост числа пользователей именно интернета. И это не случайно, если посмотрите, она просто возрастает. И с каждым годом, конечно же, получается так, что даже в нашем окружении, если смотреть, если вы просто посмотрите вокруг, то интернетом уже начинают пользоваться даже бабушки, дедушки, и даже малыши, да маленькие детки уже умеют этим пользоваться, уже знают, как найти информацию, как общаться. Поэтому, согласитесь со мной, что интернет можно использовать абсолютно для различных целей. И если говорить именно об этом ресурсе, то каждый использует по-своему. Кто-то использует, ну, вот для таких вот дел, как игры. И очень часто я слышу, что иногда, как кто-то проводит просто так, да, обходит в азарт, играет, а кто-то, например, использует для того, чтобы общаться, потому что благодаря интернету, бизнесу именно онлайн, нет возможности ограничения территориальности. Вы можете развиваться абсолютно в разных странах. И точно так же вы можете общаться с людьми, со своими знакомыми, находить их, которые находятся абсолютно далеко-далеко, за сотни, за тысячи иногда километров. У вас есть возможность всего лишь благодаря этому ресурсу интернету. Есть возможность видеть других людей. Хотя, если говорить раньше... Если говорить об интернете, то его использовать так, да, многие, конечно, пользуются. И что можно хочется мне вам сказать, что я, конечно же, тоже пользуюсь всеми привилегиями, всеми плюсами именно интернет-направлений, и многие предприниматели, многие эти люди, которые развиваются в сторону бизнеса, видят перспективу этого, где невозможно ограничиться территориальность. Если говорить о перспективах развития на следующие года, то вы видите рост объемов продаж именно интернет-магазина. И он растет, потому что это перспективно, потому что сейчас все понимают, все общаются с помощью интернета, все покупки производятся. Почему? Почему это выгодно, почему именно выгодно покупать через интернет? Кто из вас поставил троечку, я думаю, вы видели все выгоды, потому что в первую очередь вы экономите свое время, вы можете провести больше времени с семьей. В первую очередь вы можете подумать перед покупкой, потому что, проходя просто в магазины, бывает, я как маркетолог по образованию, есть продукты сиюминутного спроса, которые возле кассы сразу, что ты их задумываешься иногда, некоторые продукты вроде бы ты не планировал купить, но они почему-то оказываются у тебя в корзине, и ты их покупаешь, потому что ты вот видел, тебе на этот момент захотелось. Когда ты делаешь покупки через интернет, ты можешь подумать, ты можешь взвесить покупки, и в первую очередь, конечно же, покупатели могут предлагать продукты с помощью интернета намного более по выгодным ценам, намного более по выгодным, потому что в первую очередь производитель не тратит денег на аренду площадей магазинов, не тратит деньги на то, чтобы оплачивать зарплату продавцам, и это выгодно, и это перспективно, и сейчас многие видят, что в первую очередь, почему это перспективно, ну, правильно, даже если вы посмотрите, очень много в Беларуси магазинов, даже если брать бытовые техники, продуктовые магазины есть даже, те, которые предлагают возможность покупок через интернет, идет развитие этого направления, и нужно понимать, кто будет сейчас первым, первым, кто будет первым, не догонять, а бежать впереди, поэтому самое главное сейчас брать эту возможность и использовать для себя. Вот это перспективное направление, которое сейчас, именно интернет направление, и какую цель, какие цели мы ставим именно перед своим проектом, какие цели мы видим в перспективе для каждого участника этого проекта, и для того, чтобы вам более так, ну, открыто предоставить именно цели раскрыть, мне хочется с вами немножко отойти в сторону и поговорить о такой теории, как денежный квадрат потока. Ее автор – это известный финансист, который написал достаточно много книг о финансовой грамотности, это Роберт Киасай. Если кто-то о нем слышал, то, я думаю, слышал о различных книгах, которые написал о финансовой грамотности. То же самое он пишет в книге со своей женой Киан Киасай. Так вот, это человек, который очень много времени и сил потратил, кстати, есть его даже книги с Дональдом Трампом, которые сейчас особо на слуху, где о нем делится финансовая грамотность. Категория денежного квадрата состоит вот из четырех таких вот квадратов. И каждый вот этот квадрат, люди делятся на четыре категории, в зависимости от того, как они зарабатывают и сколько они зарабатывают. И каждый из вас, я думаю, будет сейчас примирать вот эту вот одежку каждого квадратика на себя и сравнивать. Я, конечно же, буду говорить о том, что я вижу у своих знакомых, о том, что когда-то я работала, буду делиться впечатлениями своими. Если у вас будут возникать какие-то идеи, захочется чем-то поделиться, пожалуйста, откликайте в чате, говорите, было ли у вас так, есть ли у вас такое. Конечно же, говорите. Так вот, первая категория людей, которую Роберт Киасаки выделила, эта категория называется рабочий. Что значит рабочий? Рабочий это не значит, что в каске, в каком-то костюме обязательно с ключом, да? Рабочий это значит человек, который работает на кого-то. Это может быть стоматолог, это может быть учитель, это может быть даже директор какого-то предприятия, если у него есть начальник, есть нормированный рабочий день, если у него есть какой-то ограниченный оклад, который у него имеется, ограниченный, который работает все равно по контракту, все равно в любом случае он относится к категории рабочий. И дело в том, что эта категория чем интересна? У нее есть, конечно же, и свои плюсы, но есть и минусы. Плюсы, которые иногда называют, это стабильность, то, что ты уверен в том, что ты идешь на работу, и завтра ты придешь, то, что ты уверен, что у тебя плотничный, который есть, но, конечно же, есть свои минусы. Минусы это очень много не называют по доходу. И сейчас такое время, когда не совсем легкое для многих людей, и не совсем легкие абсолютно, потому что многие люди сейчас в этой категории, когда кто-то работает по найму, когда есть кому сказать, что ты не здесь, не твое место, пойди поищи новое место, так вот, многие люди боятся, потому что мало того, что маленькая зарплата, хотя сейчас по Витебску, ну, где-то 3,5-4, мне кажется, потому что мне абсолютно разные цифры называют. Последний раз мне назвали 1,5 миллиона, когда-то назвали 5 миллионов, но если так брать статистические данные, ну, где-то 3,5-4 миллиона. Если у кого-то есть побольше доход, или у кого-то поменьше, можете поделиться в чат, если кто-то не стесняется. Так вот, многие говорили, что так получается, что даже несмотря на то, что ты вроде стабильно работаешь, у тебя все равно есть контракт. Есть контракт, который в любом случае иногда бывает, что его просто не подписывают, и не по объяснимым причинам, потому что кто-то есть, кого-то нужно устроить другого, или наоборот как-то, и если говорить об этой категории, почему невозможно говорить о стабильности? Ты не можешь стабильно быть уверен, что ты поедешь этим летом отдыхать вместе с твоей семьей, потому что так получается, что бывает отпуск по графику, и не всегда этот график, совпадает с другими членами своей семьи. Иногда бывает так, что вот я сталкиваюсь с тем, что у меня знакомые работают в банке, у них Новый год – это всегда, это не семейный праздник, это праздник в банке, потому что 31 января закрывается год, это годовые отчеты, поэтому получается, что абсолютно можно любому человеку, работающему, забыть, что он работает, что он семейный, то есть это приходится в 11 часов, и вот так встречается. Если говорить об этой категории, ты абсолютно не можешь быть уверен в том, что у тебя достаточно оплачивается больничный, и многие люди сейчас говорят, что невыгодно идти на больничный, так как он оплачивается в меньшем количестве, и немногие работодатели любят, когда оплачиваются больничные. Вот эта категория, которая, конечно же, вроде бы стабильность, но небольшой доход, но, конечно же, есть люди, которые очень талантливы, у которых может предпринимательская жилка, которые активные, которые мало, и скажите, вот сейчас заодно и будем проверять связь, потому что я боюсь, что я буду пропадать, мало ли вдруг. Скажите, кто из вас считает, что он достоин большего дохода, чем он получает сейчас? Кто из вас поставьте семерку в чате, кто из вас считает, что он достоин получать больше, чем получает сейчас? За те знания, которые умеет, за тот душу, который вкладывает в работу, которая есть. Кто считает, что он достоин? Поставьте семерочку. Так вот, многие люди считают, что они достойны лучшего, считают, что они хотят получать больше, и они решают открыть собственное дело, работать самим на себя, решать, когда они сами выйдут на работу, Решать, конечно же, как они будут работать. Если у них профессиональный он строитель, то он сам работает на себя, и, конечно же, он влаживает свою душу в тот ремонт, когда он делает людям. Конечно же, если это стоматолог, то он со всей душой будет стараться получить своих постоянных клиентов, и он будет, наоборот, стараться сделать вам как можно лучше и качественнее профессионально. Если это профессиональный учитель, что делают учителя профессиональные для того, чтобы они начинают работать на себя, они занимаются репетиторами, преподают уроки. Если вы, например, тоже профессионал, может, решаете магазинчик свой открыть, у вас появилась идея хорошая, вы решили магазин хлебопекарни открыть, вы умеете вкусные булочки, вкусную вздову делать, и вы вкладываете туда душу, вы решаете открыть свое дело. Но у вас появилась эта идея, но почему многие люди не воплощают ее? Потому что я много слышала, это в первую очередь открыть собственное дело, это вложение. И очень достаточно большие вложения. Вложения денежные. Конечно же, есть плюсы, вы работаете на себя, есть плюсы, вы свободны свое время распоряжаться, вы можете отдыхать в семье, когда вы ходите. Но есть плюсы, риск. Риск и достаточно большой. И так, вспомню, какую мне сумму называть для того, чтобы свое дело, примерно, около 10 тысяч минимум необходимо, чтобы просто вот, ну, как-то идею воплотить. Но для того, чтобы продержаться, для того, чтобы завоевать этот рынок, необходимо, чтобы, конечно же, были другие вложения. И очень многие, кто рискует и начинает работать сам на себя, прогорает. Прогорает. Конечно же, немногие об этом говорят, но очень многие прогорают. И в большинстве случаев 5% только добиваются успеха среди всех. И это не столь интересно. И следующая категория, которую Роберт Киасаки выделял и мне очень нравится, это категория бизнесменов. Чем эта категория отличается от того, кто работает сам на себя? Тем, что уже не один. Не один. Он работает в команде. Причем здесь команда какого рода. Например, если вы решили в направлении стоматологии развиваться, научат вас несколько людей, которые в стоматологии работают, у вас несколько стоматологических поликлиник. Если вы предлагаете, например, булочки вкусные, значит, несколько магазинов вкусных булочек, которые при вашем рецепте предлагают. Если вы решили профессионально преподавать какой-то предмет, значит, у вас несколько школ, которые благодаря вам работают, в вашем методике разработаны. То есть и так далее. Конечно же, если говорить о бизнесменах, например, ну, всем известные заправки. Конечно же, их сеть, сеть. И именно те, кто имеет сети, сети магазинов, сети заправок, сети булочных, те же самые, они зарабатывают больше деньги, потому что, в первую очередь, они более свободны и планируют свое время. Они зарабатывают за то, что они организовывают это дело. И здесь уже не зависит от того, как вы имеете возможность, нужно вам находиться, не нужно. Здесь от этого бизнес ваш не станет. Но, но здесь точно также очень большие риски. Очень большие риски. И здесь уже сумма варьируется не в 10 тысяч долларов, а в 100 тысяч долларов. И бизнесмен – это тот, кто развивает сеть, тот, кто развивает автономные работающие магазинчики, автономные работающие предприятия, учреждения, не важно, но автономные. И ваша, его задача, бизнесмен – просто руководить, помогать, подсказывать. И уже самая развитая, самая лучшая категория, которая, наверное, мечта абсолютно каждого, чтобы деньги работали на себя. Это категория инвесторов. Деньги работают на инвесторов. Вы вложиваете деньги в какое-то предприятие, и после этого они вам отдаются как проценты, дивиденды. Например, вы покупаете квартиры, сдаете их. Точно так же. Вроде вы вложили деньги, они вам все равно приносят. Вы вложили деньги в банк, они вам приносят проценты. И это здорово. И цель нашего проекта, цель, чтобы вы перешли в категорию бизнесмен-инвестор. Я думаю, для многих цель здоровская, потому что здесь в первую очередь мне понравилось, что нет рисков, нет финансовых рисков у вас. Так, кому из вас нравится представлять себя бизнесменом или инвестором, давайте общаться в чате. Поставьте четверочку, кому нравится эта категория. Кто бы хотел, кто бы представлял себя в этой категории. Кто хочет, чтобы его же семья жила в этой категории. Конечно же, кто хочет иметь больше доход, поставьте четверку. Ну что, да, спасибо за общение, будем с вами общаться. Давайте посмотрим, в чем это преимущество нашего проекта. Почему именно онлайн выбрала я и моя семья. Дело в том, что в первую очередь здесь доход официальный. Доход официальный, который вы получаете на карточку, вы заключаете официальный доход. У вас идет стаж, пакет, конечно же, как выйдет. Любой банк выбирается, заключается договор, все, на карточку вам идут деньги, получаете. Мне очень нравится. Нет зависимости от начальника. Очень так получается, что иногда то наше видение не совпадает с нашим начальником. Иногда не всегда начальник умнее нас, ну как нам кажется. Но здесь не зависит. Никто не планирует за вас ваше время. Так получалось, у меня, я, к примеру, работала тоже на цепи, очень часто много было работать с клиентами, и у меня рабочий день был ненормированный. И я ненавидела вечера, если у меня был включен телефон. И иногда в выходные, если я звоню телефон, я иногда не хотела просто смотреть, кто звонит, потому что у меня в большинстве случаев бывало, что мне просто приходилось выходить на работу. То есть здесь была зависимость, зависимость от работы. Я не могла планировать свое время. Не могла планировать то, как мне отдохнуть с семьей, то, как мне планировать хотя бы. И я говорю, как есть. И вас не могут уволить, сократить и наказать. Часто слышу о том, что просто разрывают контракт и не говорят о чём. Часто слышу, что у многих не берутся работу просто по таким причинам, которые очень смешные. Нет опыта, когда только молодой специалист, откуда ему взяться. Потом, когда вроде бы и есть опыт, но потом есть ребёнок, да, мы не хотим брать, потому что у вас маленький ребёнок, и вы сейчас выходите на больничные. То есть по различным причинам, то есть здесь вот такие вот. И, конечно же, самый важный, огромный плюс этого проекта, что нет финансового риска. Нет тех вложений 5 тысяч долларов, когда вы рискуете 10 тысяч долларов. И так далее, и выше, когда у вас просто появилась идея работать сам на себя. Не зависит. Здесь у вас есть возможность, даже если у вас есть мечта, открыть магазинчик со свежей выпачкой. Вы можете здесь спокойно заработать эти деньги и воплотить эту мечту здесь. Но самое главное, здесь нет финансовых рисков. И для меня это огромный плюс. Вы здесь не рискуете ничем, кроме своего времени. Вы рискуете только тем, что вы вкладываете в себя, и вы личностно растёте. У меня появилось много навыков по работе с компьютером. У меня появилось много навыков по общению с людьми. Навыков абсолютно разных. И причём скажу, что, конечно же, здесь радуюсь тем, что абсолютно за каждое достижение, что бы вы ни сделали, всегда радуются за вас, всегда благодарят. И, конечно же, радуются, что очень высочайшего класса мероприятия от компаний. И путешествие по маркетингу с вами дарится в подарок. Сразу автоматически, участвуя в нашем проекте, вы становитесь участником благотворительных акций. Вы можете помочь деткам. Компания спонсирует в белорусские деревни СОС, которые специально вкладывают деньги в развитие, именно в образование детей, для того, чтобы дети потом получали образование, воплощали свои желания, поступали туда, куда они хочутся. Потому что очень многое зависит от того, какой был старт. И, конечно же, не без этого знакомство, новые друзья. Очень часто получается, поскольку мы, находясь в проекте, у нас знаково видны, знаковые цели. И в большинстве случаев получается так, что мы очень часто общаемся, дружим, сплачиваемся. И бывает так, что гуляем вместе друг у друга на свадьбе, крестим детей и так далее. И все это здорово, потому что мы смотрим в одном направлении. Помощь близким людям. У кого из вас есть цель помочь близким людям? Где-то их мечты выплатить, где-то, может быть, путешествие им подарить. Пожалуйста, это ваше. Но мне нравится, что можно передавать ваш бизнес по наследству. Есть такой анекдот, может, кто-то слышал. Майор приходит, ну, вот, разговаривает с кем-то, ну, говорит, с продавцом. Продавец бы говорит, вот, мне бы куда-нибудь свою дочку устроить. Он говорит, не получается на свое место, да. А майор говорит, а вот я могу устроить и продвинуть по своему месту. То есть оно можно, да, продвинуть на свое место, но не так получается, как хотелось бы. Не всегда можно передать ту должность, на которой мы работали. И то, что должность останется за нашими детьми, у них и точно такой же доход. Здесь же абсолютно вы будете уверены, тот доход, который вы заработаете здесь, в этом проекте, вы можете передать своим детям. Абсолютно любое усилие, которое вы сделаете, можете думать о своем детстве, что это усилие, которое вы сделали, передастся вашим детям. И это будет для них хорошая основа, хорошая опора для их старта в жизни. Для того, чтобы они не тратили свои жизни на усилие, чтобы потом это все зарабатывать. Ну и, конечно же, для меня очень много значит свобода. Свободу проводить очень много своего времени с людьми, потому что они растут. И не всегда получается видеть в многих моментах, потом, когда где-то чем-то занят, профессию и так далее. В этом, конечно же, плюсы этого проекта. Если говорить дальше, то кого мы выбираем в партнеры? Это важно. Мы выбрали в партнера компании Reflame, которая отвечает всем вот этим вот пунктам, которые я вам назвала. Почему именно компания Reflame? Скажу, что когда я кому-то называю компанию Reflame, абсолютно у каждого человека вызывается разная ситуация. Но все зависит от ситуации, от того, как он познакомился впервые. Кто-то познакомился... Вот у меня было знакомство с компанией Reflame, это было знакомство с каталогами. И я всегда представляла, что эта компания – это каталоги. И для меня было очень интересно, очень познавательно открывать для себя заново эту компанию. Кто же на самом деле наш партнер? Кто же мы на самом деле? И если вы достаточно любознательны, если уважаете свой выбор и вы хотите сделать выбор правильный, пожалуйста, вы можете абсолютно всю информацию проверить. Компания открыта. Просто зайти в интернет, посмотреть. Поскольку мы в интернет-проекте, вы можете на канале YouTube видео найти. Можете абсолютно по каждому из этих пунктов, которые я буду называть, найти достаточно глобальную, широкую информацию. Что же такое компания Reflame? Это шведская косметическая компания. Шведская. Что для вас шведцы? Я думаю, если вы проведете ассоциации... Для меня шведцы – это надежность. Потому что если говорить об автомобилях, это Volvo. Это самые надежные автомобили, самые безопасные считаются. Если говорить о технике, это IKEA, которая тоже считается самая безопасная для всех. Если говорить об остальном, даже об экологии, об этичности, шведцы отвечают всем абсолютно таким самым высоким стандартам. И всегда, даже если вы зайдете в аптеку, если говорят производитель шведцы, это высокого уровня. Так вот, это шведская, надежная косметическая компания. Причем о надежности этого бренда говорит количество лет ее на рынке. 49 лет, будет уже 50 лет, скоро юбилей праздновать. Что для вас 49 лет? Если кто-то еще сидит возле экрана, кому-то есть возможность писать чат недалеко, пишите, отвечайте. Что для вас 50 лет на рынке? Много это или мало? Говорит ли это о надежности? Когда у нас сейчас такой мир нестабильный, кризиса, конечно же, это говорит о надежности, стабильности. Что в первую очередь компания переживает кризисы, очень стабильно развивается, растет и растет абсолютно в разных направлениях. И развивается в 62 странах. Поскольку мы работаем в онлайн бизнесе, вы можете абсолютно в этих 62 странах, они для вас открыты, вы можете развиваться. Вы можете приглашать, если у вас кто-то из других стран, знакомых, приглашайте в этом бизнесе, в проекте, развивайтесь. Годовой оборот компании развивается, и компания насчитывает более 1 миллиарда евро. Ассортимент для многих это плюс. Мы все разные, абсолютно разные, с разными вкусами. И вы точно так же здесь можете подбирать для себя, которые вам будут нравиться. И, конечно же, как плюс, тоже компания производит всю продукцию на собственных заводах. Под присмотром компании арендуется производственная линия какие-то в других странах. 5 собственных заводов – это много, это много. И, конечно же, о надежности говорит о том, что компания представлена на стокгольмской фондовой бирже. А для меня, наверное, как для всех людей, которые думают о детях, у которых, может, есть действия международного детского фонда. Начиналось с того, что этот фонд был основан в мисс королевы Швеции Сильвии. Здесь на экране, видите, Чалкут назывался этот фонд. Сейчас это Арифлэм Фондейшн. Конечно же, королевская семья принимала участие в начале ее. Но она точно так же и сейчас, вы можете видеть, очень много внимания уделяет благотворительности. И вы можете видеть аромат тоже тендерный, о котором я буду позже говорить. Конечно же, то, что продукция только нейтрального происхождения. И здесь это огромный плюс. И еще хочется сказать о том, как себя ведет компания на рынке Беларуси. Если вы, ну, допустим, просто решили для себя выбрать какую-то компанию, где вы хотите работать, абстрагируйтесь. Вы всегда захотите работать в самой лучшей, в хорошей и надежной компании. Так вот, если говорить о лучшем, уже в итоге прошлого года, этот еще не закончился, но в итоге прошлого года говорят о том, что вы работаете в самой лучшей компании, так как это выбор номер один среди всех косметических компаний. А Екатерина Мамедова здесь медалью представлена, которая, независимое исследование, опрос проводится. И почему именно выбор номер один в Беларуси? Не зря, потому что очень много наград наши продукты получают. И журналы Альюр, и хифи, это как лучшие ароматы. И, конечно же, очень много вы можете иногда стать и видеть журналы. Много-много, но я здесь не буду останавливаться, чтобы, хочу сказать, что точно так же вы видите и звезд, которые сотрудничают с компанией Reflame. И здесь не зря, потому что кроме того, что они, конечно же, они говорят о том, что они используются продукты. Они говорят о тех продуктах, которые им понравятся, потому что точно так же они рекламируют не только компанию Reflame, но они рекламируют у себя свой бренд. И здесь больше всего всегда мы гордимся о том, что мы сотрудничаем с королевской семьей. Это принцесса Швейцкая, Мадлен. А вот этот аромат, аромат, который участвует в благотворительности, они мало участия, принцессы в ее создании. И абсолютно каждый, кто пользуется этим ароматом, участвует в благотворительных акциях. Конечно же, хочется сказать о тех, кто участвует в создании продуктов. И, к примеру, вот здесь ароматы представьте. Кстати, сейчас скажите, может, кто хочет, напишите, если у вас любимый аромат в компании Reflame, какой, и если просто у вас их много или просто они у вас есть, поставьте шестерочку в чате, для того, чтобы понять, что кто-то из вас знаком с парфюмерией компании Reflame. Так вот, я скажу, что парфюмеры, которые создают наши ароматы, это известные мировые люди в этой среде, известные люди в парфюмерной среде. И вот здесь вы видите, например, фабрик Пелегрин, который создавал, он создавал различные для тензо и так далее. Здесь вы видите и точно так же, тоже торговые марки, Dolce & Gabbana и так далее. Причем парфюмеры, как известно, это очень творческие люди, и они вкладывают свою душу в ароматы. И, конечно, компания Reflame следит за тем, чтобы эти ароматы были уникальными. И плюс заключается в том, что вы можете приобрести эти ароматы по выгодным ценам. Кроме того, что это косметическая продукция, наш тортимент, это продукция для здоровья, продукция для тех, кто любит и хочет чувствовать себя на отлично, чувствует себя хорошо. Продукция, которая предлагается в аптеках. Сейчас такое время, когда очень наивно надеется, что, приходя в магазин, можно покупать, ну, вот, всегда только качественный продукт, всегда только натуральный. Водители заботятся о том, чтобы сэкономить где-то на качестве, и выиграть где-то в цене, этим самым продлить срок годности, может. И так получается, что сейчас очень многие задумываются о тем, что они едят, как, что нужно для того, чтобы поддержать здоровье. И, конечно же, в помощь вам продукция Велос, которая разрабатывалась известными учеными, шведскими учеными в центре Игилёса, которые, конечно же, отвечают самым высочайшим требованиям. Это стандарт GMP, это самый высочайший фармацевтический стандарт, клинически доказанные результаты. Очень много информации у нас есть об этой продукции. Скажу, что моя любимая, это детский вынос, конечно же, для поддержания здоровья моей дочки, и для того, чтобы она чувствовала себя хорошо, и энергии хватало на все. Очень люблю тоже я эту продукцию, и не зря это получают такие премии. Вот, к примеру, премия «Здоровье питания», независимое исследование, которое проводилось, в нем участвовали, вот это проводилось в России, где очень, намного больше всех витаминов, чем есть у нас даже в Беларуси. Наша продукция «Велос» получила премию в категории «Витамины», «Самые лучшие витамины», причем это премия, которая независимая идет. И, кстати, вот фотографию от идущего, которую мы за акции увидели, один из несоветимых экспертов, который всегда выступает на телеканале. Еще одни факты. Меня всегда вдохновляли это путешествие. Кстати, кто из вас хочет путешествовать, напишите самую такую голубую мечту, в какой стране бы вы хотели побывать, какая из вас страна вдохновляет, какое вы хотите увидеть, может быть, для вас море вдохновляет. Простите. Так вот, компания «Рифленд» предлагает для своих сотрудников, работников, это путешествие за счет компании. И, конечно же, это различные, да, различные путешествия, где просто вы работаете, выполняете те действия, которые вам доставляют удовольствие, и плюс еще к этому получаете награждение путешествий. И такой факт для вас. Все работники компании «Рифленд» лидеры 7 раз обогнули уже земной шар путешествий за счет компании. Вы имеете в виду, какие разные страны. Меня всегда очень вдохновлял Париж. Меня всегда вдохновляла Франция. И для меня было большим вдохновением это побывать в этой стране, побывать в этом городе, увидеть, наконец-то, Эйфелеву башню, постоять на ней, наверное, увидеть высоты птичьего полета, вот этот красивейший Париж. Но, на самом деле, меня вдохновило, когда я там побыла, больше не Эйфелеву башню, а Хомон Мантер. Поэтому я для вас рассказываю такие вкусности, что вам, может, захотелось не только в Италию, в Прагу какая-то, а, может, еще в какие-то страны. Так вот, Хомон Мантер, он находится на большом таком возвышении, где вы просто находитесь, там, на этом холме располагается собор известный, и для того, чтобы туда подняться, нужно много-много ступенечек пройти. Так вот, когда вы поднимаетесь себя вы по этому ступеньку, и смотрите на Париж с этого холма, особенно вечером, когда зажигаются окни, вот это здорово, незабываемое ощущение. Еще, конечно же, для вас, ну, например, расскажу мечту моего мужа, он очень мечтал побывать в Швеции, и когда мы там были, наверное, да, кто-то, когда мы там были, это было такое, знаете, как вдохновение Швеции, я скажу, что это такая страна абсолютно чистая, и мне поразило, что настолько она зеленая, вся в зелени, и очень много желтых полей рабства. Такие красиво, когда ты смотришь вот эту зелень, и вот эта желтизна, она там вдохновляет. Это мы ездили в центре Гелиуса, где разрабатывалась продукция Вэлла. Так вот, я вам желаю путешествовать, не за свой счет, не думать, как вы доработаете деньги за свой счет поесть, а путешествовать за счет компании, когда он будет это оплачивать. И самое лучшее путешествие, когда мечты совпадают с теми предложениями, которые дает компания, сейчас путешествие в Японию можно получить в подарок. Это я вам желаю. Так вот, что же этот проект, да, мы познакомились с компанией, но как, с чем заключается суд, в чем изюминка этого бизнеса? Конечно же, первый вопрос заключается, буду ли я один, будет ли мне поддержка? Вы будете всегда вместе с тем человеком, который вас приглашает. Вы можете ему задавать абсолютно любые вопросы. Вы можете всегда получать ответы и правильную консультацию. И что хочется сказать, что в первую очередь, вы здесь не продавец, вы здесь не ходите с каталогами, вы здесь не закупаете продукции. Нужно забыть об этом. Забыть о том, что вот сдача, если вы в компании Reflame, то вашей сдачи показывают в каталогах. Абсолютно нет. И у меня было в первую очередь сначала такое представление. Кстати, меня в компанию пригласили, я согласилась только на четвертый раз. Три раза ко мне стучались, и только на четвертый раз я решила открыть этой возможности дверь. Три раза я говорила нет, по различным причинам. Знаете, когда ты твердо уверен в том, что это не для тебя, ты найдешь различные причины, почему нет, это не для тебя. Так вот, когда мне эту возможность развернули другим ракурсом и показали, что это не только каталоги, не только косметика, а другие возможности, только тогда я посмотрела действительно на эту возможность. Даже когда сейчас я кому-то предлагаю сотрудничество, нет, не значит, никогда, значит, я не той стороной, наверное, повернула этот наш проект, не ту возможность, скорее всего, видели, потому что вспоминаю себя. И в первую очередь, конечно же, если говорить о нашем проекте, абсолютно у каждого участника имеется скидка 20% на весь ассортимент и продукция напрямую от производителей идет. Это огромный плюс, потому что говорить о качестве этих продуктов. И, наверное, если говорить о любом магазине, любом, поскольку вы сейчас владельцы собственного онлайн-магазина. И здесь суть любого бизнеса – это создание товарооборота. Если мы говорим об услуге, например, какой я пример приводила, стоматология, то ваш доход зависит от того, сколько у вас будет клиента. Если мы говорим о булочной, вкусной булочной, то ваш доход зависит от того, сколько у вас будет клиентов покупать вашу вкусную выпечку. И если мы говорим о бизнесе онлайн с компанией Reflame, то ваш доход будет и более прибыльный в зависимости от того, какой он будет товарооборот. И здесь абсолютно у каждого человека, который будет приходить к вам, будут два способа создания товарооборота. Причем вот эти два способа, они абсолютно разные, и вы можете точно так же выбирать эти способы. Первый способ – это личная рекомендация. Личная рекомендация, когда вы пользуетесь какими-то продуктами, которые вам нравятся, и вы их рекомендуете. То, что одним моим любимым первым, наверное, все абсолютно, кто давно со мной знакомы, знают, что это мой любимый аромат. Конечно же, сейчас я пользуюсь абсолютно разными, не другими ароматами, но это был мой предначально первый, любимый. И мне оно столько нравится, что мне кажется, я его надушусь, я его не слышала, но все говорили, что от меня вот здорово от себя такой парфюм, и спрашивали, что это за парфюм. И таким образом рекомендация проходила очень легко, меня его приобретали, наверное, все, кто со мной сталкивался, я так вдохновенно о нем рассказывала. И причем вот эти личные рекомендации, а вы зарекомендовали своим знакомым, они покупали, я так зарабатывала денежку. И здесь, благодаря личной рекомендации, вы здесь зарабатываете деньги очень быстро, легко, и так как компания номер один из публики Беларусь, из всех косметических компаний, престижна. Ну, единственный минус, поскольку здесь вы зависите от себя, если вы вдруг заболели, если вы вдруг, ну, вот, нет настроения, если вы просто, ну, вот, нет, не сейчас, по каким-то обстоятельствам, то не работаете, вы не зарабатываете. И, конечно же, здесь заход небольшой. Больших денег на продажах не зарабатываете. И большие деньги зарабатываются только благодаря новым парфюмам. Как вы помните, наш проект ставит с собой цель развития сети, магазинов, партнерских отношений с другими людьми, партнерских, когда вы вкладываете свое время для того, чтобы работать в партнерских отношениях. И здесь, как эта схема работает, ну, как, в принципе, ведется у нас работа. Очень такой несложный функционал, которому легко можно научиться. Это оформление заявок онлайн. Это приведение встреч. Похоже, приглашение на такие встречи онлайн, как сейчас. Обучение онлайн. Кстати, вам большой плюс, что вы сейчас обучаетесь. Конечно же, точно такая же встреча. Это уже для вас обучение. Ведение информационных рассылок, работа в социальных сетях, поскольку сейчас век информации очень многие люди сейчас общаются в социальных сетях. Конечно же, абсолютно разные методы. И вы просто выберете те методы, которые у вас более результативны. И у вас всегда помните, будет тот человек, который вас будет поддерживать и наставлять. И у любого человека, которого вы пригласите в ваш магазин, в ваши покупатели, у любого человека будет точно так же скидка 20%. Вам будет идти процент от его покупок. И здесь нет того, что вы в чем-то, да, по разным ценам покупаете. Абсолютно каждый покупает по одинаковым ценам. И еще раз вам напомню, что бизнес зависит от того, чем больше товарооборот, тем, благодаря вашим усилиям проходит через интернет-магазин, тем выше ваш доход проходит. И товарооборот здесь зависит именно от различных факторов, как вы можете создавать, как вы креативите. Но я просто расскажу на небольшом примере. Представьте, что вы в ваш онлайн-магазин перенесли, ну, вот с такого дома, как сейчас, вот здесь на картинке. Их абсолютно множество. Вот у нас в Витебске, кто из другого города, может представить точно такой же город у себя, у себя, точно такой же дом у себя в городе. И здесь вы видите, что 100, 9-этажный дом, 6 подъездов, 180 квартир. И причем, если предположить, что вы открыли магазинчик на первом этаже, косметики, и постучались, ну, вот, предприняли такую идею, решили сделать дисконтную, ну, дисконт, для своих же, карточка, для самых лучших покупателей своего дома, постучались в каждую квартиру и сказали, для вас, как самых, вот, тех, кто проживает в этом доме, у меня персональное, лучшее, самое предложение. Для вас, вот, держите карточку. Для того, чтобы пройти в этот магазин, вам просто нужно спуститься в несколько этажей. Скажите, для каждого жителя этого дома это будет самое лучшее предложение. И в среднем, каждая семья тратит на косметику, в среднем, около 30 белорусских рублей. Это у среднего, кто-то больше, кто-то меньше. И если посчитать, что каждый из жителей этого дома зайдет в ваш магазин, ваш товарооборот принесет 5400 белорусских рублей, либо 54, ну, по-другому, если перевести, чтобы вам было проще воспринимать, 54 миллиона белорусских рублей. И скажу, что это всего лишь один дом. А если вы просто смотрите на перспективу, два таких дома, и у вас будет идти процент покупок от каждого покупателя. И так развивается наш бизнес. Точно так же здесь. Вы приглашаете партнеров в свою команду. Они, в свою очередь, точно так же развиваются и приглашают партнеров в свою команду. И таким образом вы приглашаете, ну, здесь просто такой схематичный пример. Вы приглашаете 5. Они приглашают своих 5. В вашей команде становится 31 человек. Для примера здесь, к примеру, 100 условных единиц, ваш товарооборот составляет 3000 условных единиц, доход ваш составляет 200 условных единиц, и вы становитесь менеджером. Конечно же, когда вы работаете на перспективу, и ваша цель не просто покупатель, а развитие команды в партнерских отношениях, и вы ставите цель, каждый партнер, что развивается, становится менеджером, то вы становитесь директором. Причем, какие перспективы у директора? Директор имеет ежемесячный официальный доход по 700 до 1000 условных единиц, плюс с компанией выплачивается премия 1000 долларов, банкетный директоров, которые на 2 персоны компания для вас организовывают, и, конечно же, перспективы дальнейшего роста. Здорово, когда абсолютно независимо от финансовых обстоятельств вы можете развиваться и заработать такой доход, заработать такой перспективно развивающийся бизнес. И, как я говорила, цель нашего проекта – это развитие партнерских отношений, когда вы отдельно развиваете магазины, филиалы, и эти люди, которые были менеджером, отдельно развивают свои филиалы, свои магазины, и вы работничаете, сотрудничаете с ним, и переходите в категорию бизнесмен. Не просто у вас собственная идея, вы переходите в категорию бизнесмен, и ваши знакомые становятся директора, и вы получаете более высокие фотографии, более высокие премии. Конечно же, в нашей команде точно так же есть примеры разные. Вы здесь видите фотографии директоров, которые есть и 18-летние, есть и те, кто уже сейчас не работают на пенсии, те, кто учителя, те, кто юристы, те, кто был мамов в положении, и вы тоже есть на фотографии получаете свою премию в 1000 долларов, абсолютно разные, независимо от того, кто вы, какой старт у вас, каждый может здесь преуспеть. Семейная пара, то есть есть. Но самое главное, что хочется, о чем мы гордимся, что мы находимся в лучшей команде Витебска, Витебская региона. Топ номер один. И входим в десятку лучших команд в России и Республике Беларусь. Входим в топ-7 Республики Беларусь. Команды Елена Рокочи из Дениса Берякова. Мы у них учимся, мы у них берем навыки. Конечно же, они всегда рады с нами поделиться, рады всегда рассказать свой опыт, свои навыки. И самое важное, это ваши отношения. Каждый из вас, кто сегодня на этой встрече, конечно же, каждый с разными мыслями. Вы получили информацию, и вы сейчас свешиваете и думаете, получится, не получится. Иногда мы сами себе придумываем причины, почему нет. Иногда мы думаем, что ну вот сейчас у меня личная жизнь, я вот сейчас люблю, сейчас я пока что, ну вот занят. Сейчас, ну это не для меня, я слишком старт, куда я к молодым. На самом деле, бывает только в одних случаях поздно начинать, только в одном случае. Я думаю, вы на картинке видите. И самое главное, это если вы даже решили попробовать, то у вас есть два варианта, получится или не получится. Если вы все-таки не пробуете, то у вас есть всего вариант. И помните, те, кто пробует, те, кто стучится, те, кто не стучится, тому не открывает. Кто не пробует, у того не получается. Поэтому, если вы все-таки решили действовать, то выкрывайте обязательно двери для сомнений. Выкрывайте, делайте свое решение правильно. Идите только вперед. И, конечно же, обратитесь к тому человеку, кто вас сегодня пригласил на встречу. Он расскажет, что вам нужно делать для того, чтобы вам стартовать, для того, чтобы вам сразу получить результат, для того, чтобы вам грамотно это сделать. Мы в отличной команде, команде территории роста. У нас абсолютно разная такая развивающаяся команда. Мы рады с вами делиться своим опытом. И, конечно, ждем вас в этой команде, команде территории роста. И рада была с вами сегодня общаться. Дайте обратную связь. Как вам сегодня встреча? Была ли она полезна? Вам большое спасибо за внимание.